Всем привет! Меня зовут Георгий Ишагашвили и сегодняшнее видео для всех, кому нравится рок-н-ролл и кто хочет быстро и просто начать ориентироваться в этом жанре. Рок-н-ролл замечательный стиль, который характеризуется особым настроением и привлекает этим очень многих гитаристов. Однако в своей педагогической практике я очень часто наблюдаю следующую ситуацию. Очень многим гитаристам нравится как звучит рок-н-ролл, но многие гитаристы часто не понимают с какой стороны подступиться к этому стилю. Непонятно, что нужно учить в первую очередь, что во вторую, а на что лучше вообще пока не обращать внимания. Что делать, чтобы собственно игра начинала звучать по рок-н-роллному тогда, когда вам этого хочется. Либо часто бывает так, что вы уже учили какие-то рок-н-роллные фразы там и здесь, но вы все равно не понимаете, что нужно конкретно знать, чтобы иметь стабильную базу в этом жанре. То есть вы не понимаете, как применить выученные ранее идеи и это все не складывается в единую картину жанра. Поэтому для того, чтобы сохранить вам кучу сил и времени, мы вместе с первым ладом сделали новый курс основы рок-н-ролла. Вот чему вы научитесь после прохождения курса. Во-первых, вы обладаете самыми главными основами при игре рок-н-ролла. Если вы хотите быстро научиться основных вещам, характерным для рок-н-ролла в этом курсе, вы найдете все, что нужно. Во-вторых, вы выучите несколько готовых произведений. Их будет интересно разучивать и самое главное, каждая из них звучит приятно и закончена само по себе. И в-третьих, вы сможете играть рок-н-ролл в любой тональности. С этим знанием у вас появится преимущество перед другими гитаристами и вам будет легче импровизировать дома самостоятельно или, например, когда вы придете на Джерри. Сам курс состоит из четырех подробных разделах, в которых вы научитесь следующего. В первом разделе мы поговорим о рок-н-ролл аккомпанементе. Я научу вас самым популярным и действительным способом его играть, используя одноголосые, двуголосые вариации и так называемый компинг аккорды. После прохождения этого раздела вы сможете подобрать или придумать рок-н-ролл аккомпанемент практически к любой ситуации. Во втором разделе мы отдельно подробно поговорим про использование фингерпикинга в рок-н-ролле. Фингерпикинг в рок-н-ролле отличается от кантри, что самое приятное играть его в рок-н-ролле даже проще. Так что с этим разделом вы добавите в свой арсенал еще и несколько красивых фингерпикинг-паттерн. Третий раздел посвящен игре соло в рок-н-ролле. Я расскажу вам на чем базируется построение фраз в рок-н-ролле и чем оно отличается от рока или, например, блюза. Покажу готовые примеры, которые вы также можете сразу применять в своей игре. Затем мы выучим рок-н-ролльные вертушки. И конечно же отдельно поговорим про фразы таких легенд рок-н-ролла, как Чак Берри и Брайан Сетцер. В четвертом разделе мы разберем с вами три полноценных рок-н-ролльных произведения, которые звучат красиво и закончены сами по себе. Чтоб вам было еще интереснее, каждое из этих произведений сыграно в разной ритмике и разном настроении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И также мы сделали небольшой бонус на пятый раздел, в котором я расскажу, как с помощью оборудования, которое у вас есть дома, получить подходящий звук и порекомендую своих любимых рок-н-ролльных гитаристов для ознакомления. Все уроки сопровождаются табами и бэкинг-треками для вашего удобства. Этот курс идеально подойдет, если 1. Вам нравится, как звучит рок-н-ролл. Вы хотите научиться его играть, но не понимаете, с чего вообще начать, чтобы научиться самым ключевым вещам и сделать это максимально быстро. 2. Вы в целом постоянно развиваетесь как гитарист и ищете какие еще идеи и стили вы можете добавить в свою игру. 3. Вы хотите выучить несколько произведений, которые будут с одной стороны обладать рок-н-ролльным характером, а с другой стороны будут звучать приятно и законченно. 3. Этот курс вы будете проходить со мной, Георгием Верши Гашмилием. 4. Я начал играть рок-н-ролл где-то в начале 90-х годов в различных московских коллективах и продолжаю это делать по сей день, являясь участником рок-н-ролл трио Алексея Фетисова. 5. Так что если вы хотите быстро разобраться в основах рок-н-ролла, освоить способы игры аккомпанемента и фраз, которые вы слышали во всех самых популярных песнях легенд рок-н-ролла, хотите выучить три полноценных произведения, то нажимайте на ссылку в описании и увидимся в курсе. 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова